Здравствуйте, друзья! Со времени моего прошлого обзора датчика движения Акара прошло более двух лет. За это время поменялись возможности и самого датчика, да и я уже перебрался на другую систему управления. Поэтому я решил сделать еще один новый обзор, в котором актуализировать все данные на сегодняшний день. Интерфейс датчика ZigBee, он работает с любыми экосистемными шлюзами. Питания батарейка CR2450 хватает на 1,5-2 года. Рабочая температура от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Относительная влажность от 0 до 95%. Коробки для датчиков сейчас стандартизированы, выполнены из белого картона. На фронтальной части фотография датчика логотипа Акара. На нижней части параметры. Внутри имеется транспортировочная вставка, которая держит датчик, чтобы он не болтался по коробке. Имеется инструкция на нескольких языках. В комплекте датчик, ножка, позволяющая изменять угол наклона, запасной круглый кусок двустороннего скотча. Почему-то во многих магазинах фотографии изображают датчик с ножкой именно в таком положении. Конечно, на функциональность устройства это никак не влияет. Но я предпочитаю такую, скажем так, более классическую компоновку, когда массивная часть крепится к поверхности. В датчиках движения Акара и Мидзи используется элемент питания CR2450. Служит он долго, не менее полутора лет. У меня есть датчики, причем в проходных местах, батарейки в которых служат более двух лет. Разборку датчика можно увидеть в моем видео по его модернизации, ссылка будет в описании под этим видео. Круглая площадка ножки четко совпадает размерами с окружностью, описанной резиновой вставкой на нижней части датчика. В верхней части, прямо над окном датчика движения, находится маленькое окошко, предназначенное для сенсора освещения. Это датчик 2 в 1. Сбоку находится кнопка проверки связи и синхронизации. Акара традиционно делает их такими, что можно нажимать пальцами, а не скрепкой. Датчик работает со всеми типами шлюзов. Zigbee, Xiaomi, Акара, камера-шлюзы. Я использую шлюз Mi с включенным режимом разработчика, проброшенным в альтернативную систему Home Assistant. Внутри датчика находится голубой светодиод для индикации включения режима сопряжения с шлюзом. Для сопряжения имеется несколько способов. Например, зайти в плагин шлюза, вкладка устройства. Нажимаем добавить новое устройство и с предложенного списка выбираем датчик движения Акара. Зажимаем кнопку на датчике, пока он не мигнет три раза синим. После этого он появляется в системе, остается только придумать ему название и переместить нужную локацию. Сравнительно с тем, что было раньше, плагин претерпел некоторые косметические изменения. Теперь он имеет только одну вкладку, в которой отображается лок работы, фиксация движения и уровень освещения при этом. Меню автоматизации находится внизу, справа вверху меню настроек. Используя лок работы, можно определить уровень освещенности в то или иное время суток или освещения. Это пригодится при создании сценариев, в которые добавили еще два варианта срабатывания. Если раньше было только движение в темноте, кстати это условие осталось, то теперь можно делать автоматизацию на любое значение уровня освещенности в пределах от 0 до 2000 люкс. Например, можно включать люстру не практически в полной темноте, а просто при неярком освещении, например ниже 150 люкс. При желании можно настроить уменьшение яркости люстры при повышении уровня освещенности. Полезным является сценарий выключения люстры при отсутствии движения определенное время, например 10 минут. А условия движения в темноте удобно использовать для работы ночника, например LED светильника шлюза. Для того, чтобы быстрее найти новый датчик в альтернативных системах управления, можно посмотреть его техническое имя в плагине шлюза, меню About Hub Info. Там находим его название, которое ему присвоили при добавлении, и видим его уникальное техническое имя, точнее его последнюю часть, которая в этом примере заканчивается на 449B773. Для того, чтобы новый датчик появился в системе Home Assistant, Instance нужно перезагрузить. После этого в панели разработчика, меню состояния, цифрами находим новые сенсоры, отдельное движение и освещенности. Для понятного названия можно прописать эти сенсоры в разделе Customize и присвоить им нормально считаемые имена. Для получения уровня заряда я использую кастомную платформу Attribute, при помощи которой легко пакетно создавать сенсоры из значения атрибута, в данном случае уровня заряда батарей. Но такой же сенсор можно создать и на платформе Template, указав в качестве значения состояния атрибута уровня батареи, выбрав единицу измерения процента и класс устройств батарейки. В текстовом виде все можно просмотреть на моем гитхаб, ссылка также в описании под этим видео. Конкретно этот датчик предназначен, как можно было уже догадаться, для установки на одном из моих балконов, просто я уже очень привык к тому, что свет не нужно включать и выключать руками, и часто просто забываю его включить, выходя на этот балкон. Для визуального отображения его состояния в Lovelace добавляю на карту устройств и бинарный сенсор движения, и сенсор освещенности, по значению которого можно будет строить автоматизацию. Нужно только собрать немного статистики по его показаниям. Вот так это выглядит в моем варианте отображения на странице локации. Также я добавляю новый бинарный сенсор в сборный темплейт дачи, который регистрирует любое движение в доме. Подробнее я рассказывал в видео уроке «Бинарные сенсоры в Home Assistant», ссылка также в описании под этим видео. Перейдем к автоматизациям. Ранее я специально с заделом на будущее развел включение и выключение в две разные сущности. Обе в качестве триггера используют одно и то же событие – клик кнопки. Далее, в зависимости от условия состояния люстры, включают или выключают ее. Для достижения большей гибкости в сценариях я пользуюсь таймерами, так как их можно сбрасывать, многократно обновлять, менять длительность и отслеживать статус. Для нового кейса я создаю новый таймер и длительность по умолчанию 5 минут. Для применения таймера Instance нужно опять перезагрузить. Теперь в автоматизацию для включения люстры в раздел «Триггеры» я добавляю события – «Старт таймера». А если триггером будет кнопка, то и в действие добавлен сервис, запускающий таймер. В автоматизацию выключения аналогично добавлен новый триггер – «Завершение таймера». А для того, чтобы таймер не работал напрасно, то в действиях, кроме выключения люстры, добавлен сервис «Отмены таймера». Для включения освещения по движению создана новая автоматизация, триггером которой служит регистрация события движения. Напомню, что такое событие без переделки генерируется не чаще одного раза в минуту. Так как это балкон и он имеет естественное освещение, то в условиях вынесено значение датчика освещенности менее 50 люкс. Эта цифра подобрана экспериментально по наблюдению за значением освещенности. В качестве действия тут сервис сброса и запуска таймера. Если люстра выключена, старт таймера включит ее, иначе таймер просто начнет отсчет заново. Это позволяет находиться на балконе сколь угодно долго, не боясь, что свет автоматически выключится. И только при отсутствии движения в течение всего действия таймера отключится свет. Но и заодно можно сделать контрольный сценарий, если люстра включится, например, после подачи электроэнергии. При условии, что таймер не активен, то он запустится и отключит ее через заданный, например, 5 минут интервал времени. Для красоты останется только дать осмысленное название таймеру в разделе «Кастомизация» для отображения интерфейса Lovelace. При регистрации движения бинарный сенсор переходит в состояние «Включено», что тоже можно увидеть в интерфейсе системы. Когда люстра на балконе включена, всегда видно, через сколько времени она отключится. Если побродить по разделу «Автоматизация» на моем гитхабе, можно обнаружить и другие примеры сценариев, с которых работают связки датчика движения и таймеров. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»